Сегодня в средствах массовой информации появилось тревожное сообщение о том, что популярная певица Жасмин подверглась нападению на улице и была сброшена с моста. Перед тем, как продолжить видео, хотим попросить вас поставить лайк и подписаться на наш канал. Спасибо за понимание. Этот инцидент, произошедший в центре столицы, шокировал поклонников и коллег по сцене, так как Жасмин всегда была известна своей открытостью и доброжелательностью. По предварительным данным, инцидент произошел в вечернее время, когда певица возвращалась с репетиции. Она, как и многие, решила прогуляться по набережной, наслаждаясь тишиной и свежим воздухом после долгого рабочего дня. Согласно свидетельствам очевидцев, все началось с того, что Жасмин остановилась у моста, чтобы сделать несколько фотографий на фоне заката. В этот момент к ней подошел незнакомец, который, по словам свидетелей, выглядел агрессивно и начал вступать с ней в спор. Причины конфликта до сих пор не ясны, но, согласно неподтвержденным данным, разговор был связан с личными оскорблениями и, возможно, с ненадлежащим поведением незнакомца. Певица, как сообщают очевидцы, пыталась игнорировать провокации и продолжала делать фотографии, не желая вступать в конфликт. К сожалению, агрессия незнакомца возросла и, не дождавшись, пока Жасмин уйдет, он схватил ее за руку, пытаясь остановить. В это время на мосту находились другие прохожие, которые стали свидетелями инцидента. Однако прежде чем кто-либо успел вмешаться, незнакомец столкнул певицу с моста, и она упала в реку. В момент падения в районе моста были и другие люди, которые, увидев, что произошло, сразу бросились на помощь. Несколько случайных прохожих, находившихся неподалеку, мгновенно отреагировали на случившееся и, не дожидаясь приезда службы спасения, начали действовать. Один из мужчин, заметивший, как Жасмин падает, быстро бросился к краю моста и стал искать способ спуститься вниз. Его примеру последовали и другие, и вскоре несколько человек организовали небольшой спасательный отряд. Они нашли подходящее место, чтобы спуститься к воде, и, рискуя своими жизнями, вскоре достигли места, куда упала певица. Жасмин оказалась в шоковом состоянии, но, к счастью, ее жизнь не была под угрозой. Прохожие вытащили ее из воды и вызвали скорую помощь. Служба спасения прибыла на место инцидента очень быстро, и певицу доставили в ближайшую больницу. Врачи, осмотрев ее, определили, что у нее есть несколько ушибов и незначительные травмы. Но в целом она была в сознании и могла говорить. В больнице Жасмин находилась под наблюдением врачей, которые решили провести полное обследование, чтобы исключить любые осложнения. По информации, полученной от ее представителей, певица находилась в состоянии шока, но ее жизнь не была под угрозой. Она начала восстанавливать силы после произошедшего и пообещала, что после выхода из больницы будет более осторожной. Певица также планирует встретиться с правоохранительными органами, чтобы сообщить о случившемся и помочь в расследовании инцидента. Эта ситуация вызвала бурю обсуждений в социальных сетях и на телевидении, где поклонники и друзья певицы выразили свою поддержку и пожелание скорейшего выздоровления. Многие люди, знавшие Жасмин, восхищались ее силой, духа и стойкостью, несмотря на все, что ей пришлось пережить. В социальных сетях началась активная кампания, призывающая обратить внимание на безопасность на улицах и необходимость более строгих мер защиты для женщин, находящихся в общественных местах. Представители Жасмин сообщили, что она уже планирует возвращение на сцену и продолжение своей карьеры, несмотря на инцидент. Вокруг нее собираются самые близкие друзья и коллеги, которые готовы поддержать ее в этот непростой период. Они надеются, что Жасмин сможет преодолеть эти трудности и вернуться к своей любимой музыке, которая всегда приносила радость ей и ее поклонникам. Также стало известно, что в театре «Новая сцена» сегодня разразился настоящий скандал, который оставил зрителей в шоке. Долгожданная премьера спектакля «Заблуждение» должна была стать кульминацией театрального сезона, но вместо этого превратилась в фиаско, когда известный актер Михаил Пореченков появился на сцене и потребовал заменить весь актерский состав. Это событие мгновенно стало темой обсуждения в кулуарах театра и в социальных сетях. Премьера была запланирована на вечер субботы. Вокруг нее уже сложилась атмосфера ожидания, поскольку спектакль был создан на основе новейшего произведения известного драматурга Сергея Романова, который успел завоевать признание за свои глубокие и острые работы. Режиссер Антон Шевченко, которого считали одним из самых перспективных молодых режиссеров, готовил этот спектакль с особой тщательностью. Репетиции проходили в напряженной обстановке, но никто и не предполагал, что к вечеру все окажется под угрозой. Когда двери театра открылись, зрители заполнили зал. Билеты были распроданы за несколько недель, а ожидания были высоки. Люди ждали не только самого спектакля, но и возможности увидеть, как талантливые актеры воплотят на сцене сложные эмоции и конфликты, заложенные в тексте. В зале царила атмосфера волнения и предвкушения, пока не прозвучал первый звонок. Однако за кулисами обстановка была напряженной. Актеры нервничали, кто-то из них говорил о своих опасениях по поводу спектакля, другие же настраивались на выступление. За несколько минут до выхода на сцену в зал вбежал Михаил Пориченков, о чем-то горячо переговариваясь с людьми в черном, которые следили за всем, что происходит. Он был в строгом костюме, но его лицо выдавало эмоции, смесь возмущения и недовольства. Некоторые зрители, заметив его, шептались и перешептывались, поскольку присутствие такого известного актера добавляло интриги. Незадолго до начала представления, когда актеры уже готовились выйти на сцену, Пориченков шагнул на сцену, прервав репетицию. Это было настолько неожиданно, что все замерли. Люди, находившиеся в зале, замерли, когда он стал говорить. Словно попав в эпицентр урагана, он обратился к актерам, резко критиковав их игру и маневру исполнения. Его голос был полон эмоций, а слова – недовольства. Михаил начал высказывать свои претензии к актерам, утверждая, что их игра не соответствует его ожиданиям. Он выдвинул требования о замене всего актерского состава. Шокированные артисты и публика не знали, как реагировать на эти слова. Зал заполнился неразберифой, и напряжение нарастало. Некоторые зрители, удивленные происходящим, начали снимать это на свои мобильные телефоны, в то время как другие старались понять, что же происходит. Кто-то из актеров, собравшись с мыслями, попытался обратиться к Пориченкову, объясняя, что они подготовились к спектаклю, провели множество репетиций, и все были готовы выступить. Однако Михаил оставался непреклонным, указывая на свои недостатки в их исполнении и, по его мнению, явные недостатки в подготовке. Он требовал, чтобы весь состав немедленно был заменен на более опытных актеров, которых он сам мог бы порекомендовать. Режиссер Антон Шевченко, который пытался сохранить контроль над ситуацией, вышел на сцену. Он пытался успокоить Пориченкова, но тот не желал слышать. В зале царила неразбериха, кто-то начал выкрикивать недовольство, другие пытались понять, что же делать. Публика не могла поверить в происходящее. Затем в зал вошли организаторы мероприятия и начали обсуждать с Михаилом возможность продолжения спектакля. Однако Пориченков продолжал настаивать на своих требованиях. Его страсть и эмоциональность стали магнитом для зрителей, которые, казалось, ждали чего-то неожиданного. Спектакль, который должен был стать кульминацией сезона, рисковал стать громким скандалом. Несмотря на попытки успокоить ситуацию, зрители начали покидать зал, многие в недоумении и раздражении. Другие, наоборот, остались, ожидая разрешения конфликта. Это добавляло напряжение. И каждый в зале ощущал, что они стали частью чего-то совершенно уникального и исторического. В это время в кулуарах театра шептались о возможных последствиях данного инцидента. Журналисты начали собирать информацию о произошедшем, фиксируя все на камеры и диктофоны. Социальные сети заполнились сообщениями о скандале, и многие публиковали свои мнения о том, что произошло. Это событие мгновенно стало темой номер один, обсуждаемой в театральных кругах и за их пределами. Слухи о том, что Михаил Парихченков был недоволен качеством актерского состава, быстро распространялись по всей стране. К моменту, когда вечер подошел к концу, множество статей и новостных заметок обсуждали произошедшее, и каждый хотел знать, как это отразится на карьере всех участников. Друзья и поклонники Париченкова встали на его защиту, заявляя, что он имеет право выражать свое мнение, в то время как другие поднимали вопрос о том, насколько приемлемы такие действия в театре. Поскольку вечер закончился без спектакля, организаторы театра быстро начали планировать, как исправить ситуацию. Они организовали экстренное собрание с актерами, командой и критиками, чтобы обсудить, как лучше всего двигаться дальше. Появились предложения о том, чтобы провести дополнительное прослушивание для новых актеров, которые могли бы заменить тех, кто не соответствовал ожиданиям Париченкова. Прошло несколько дней, и события в театре продолжали оставаться в центре внимания. Некоторые актеры, оказавшиеся в непростой ситуации, пытались оправдаться в интервью, в то время как другие, наоборот, оставались в тени и ждали дальнейшего развития событий. Критики начали писать об этом инциденте, анализируя, что произошло и как это повлияет на будущее театра. Некоторые утверждали, что это может стать катастрофой для многих карьеров. В то время как другие полагали, что это открывает новые возможности для более опытных актеров. Между тем, Михаил Париченков не стал комментировать ситуацию. Он молчал, и это молчание только подогревало интерес. Слухи о его следующем проекте стали расходиться, а ожидания, как и прежде, оставались высокими. Актеры, которые стали жертвами этого инцидента, также начали собираться вместе, чтобы обсудить, как они могут поддержать друг друга и вернуться на сцену. Несмотря на сложности, с которыми они столкнулись, некоторые из них нашли поддержку в лице своих коллег. Прошло несколько недель, прежде чем ситуация успокоилась, и актеры вновь начали получать предложения о работе. Театр «Новая сцена» также был вынужден адаптироваться к изменившимся обстоятельствам и искать новые пути для развития. Благодарим вас за то, что досмотрели это видео до конца. Хотим попросить вас поставить лайк и подписаться на наш канал. Также, чтобы оставаться в курсе всех последних событий, жмите на колокольчик, так вы не пропустите следующие выпуски новостей.